привет всем посетил меня вот такой сигнатурный пивик джосатриани сейчас мы посмотрим что с ним он такой зеркальный зеркальный прямо вот я себя вижу здорово подключим его на 120 вольт американец у нас вот и послушаем какие к нему вопросы сверху бумажка есть документы документы на него документация сервисная документация выглядит солидно было много разных пивиков этот наверно самый такой чемоданистый блестящий ну смотри они свои наверное были требования к аппарату можно было поправить прическу прямо на сцене ну что же за дело поехали парни под звуки барабанов соседней комнаты вот мы видим что у нас то 120 вольт и можем смело включить power к высокая не подано можно глянуть что тут у нас начнем с клина хорошо пусть погреется так надо парочку слов сказать про устройство этого усилителя чтобы дальше было понятно что с ним будет делаться так вот я включаю стендбай подал высокая с оконечником по внешним признакам все в порядке чисто на слух конечно мы к нему потом вернемся сейчас он не фонит не гудит не шумит все померяем настроим биос все все будет но сейчас пока в этом какой-то нужды нет гораздо более интересные тут эффекты есть в этом аппарате не имею до смысла эффекты в кавычках так возьмем clean канал вот такая вот и это вот вот сигнал это от сигнала входного не зависит но сам по себе синтезатор то есть где-то возникла обратная связь дальше это вот так вот и еще что практически нет переключения и вот сейчас мы подошли к самому интересному как устроен этот усилитель казалось бы здесь есть три канала clean ультра и кранч общий мастер сразу наводит на мысль что там стройный нет он там не не стройные даже не сдвоенный на динарный два признаться вот значит по факту усилитель одноканальный они пошли по такому пути пиви они переключают регуляторы они сделали много много реле и переключают вот вот эти тембровые регуляторы как бы жир переключают этим тумблером имитацию что переключаются каналы вот говорит зеленая clean и как бы остальные вот каналы должны переключаться на самом деле идет переключение потенциометров и номиналов резисторов в одинаковых схемах но из гейт сделано все очень просто на диодах вот я не знаю это на какой-то был стрих что еще тут сказать пока не сделать переключение между каналом от лампочки то переключаются но по сути вот эта группа она не работает мы все время работаем с каналом ультра хотя надо понимать что мы все время работаем с каналом клин мы все время работаем с каналом ультра и с каналом кранч то есть это все вот это вот один канал вот это входная часть здесь все тривиально вот здесь тоже все тривиально все обычно дальше идет оконечник это отдельный модуль наворочено очень много релюшек хорошо это или плохо это покажет скрытие мясобуги это организовано на оптопарах и мы имеем мясобугах проблему этих оптопар вот других некоторых брендах применяются релюшки очень много и они тоже иногда имеют проблему хотя реле стоят хорошие обычно сам аппарат может собран на чем угодно релюшки стоят японские поэтому будем разбирать и смотреть что за синтезатор у нас такой получился не было возможности у меня с ним позаниматься хорошо вот я выбрал время снегопады многие не могут доехать почему бы это не использовать мне нужна тишина чтобы никто не джордал не приезжал сейчас у нас все завалено снегом я на своем полном приводе кое-как заезжаем остальные особо не могут ну как бы я не смеюсь над ними каждый любит какую-то свою машину ну вот но это сейчас вот как раз играет на пользу этому пивику даже интересно хардкли пиво имел отношение к разработке вот этого аппарата ассигнатурного потому что называется солнце триани вот но я вижу что трансформаторы традиционно в пивике то что надо конечно круто самат ранее ставят всегда хорошие что корпус здоровенный тяжелый надо его куда-то сплавить и позаниматься с шасси надо сказать спасибо ребятам что без всяких заморочек и специальных подставок есть такие для шасси можно просто усилитель перевернуть лампами вниз вот я досочку положил видно что лампы не укрутся в стул благодаря трансформаторам часто такое не проходит лампы надо снимать вот или делать какие-то такие подставочки под трансики ну кого идут часто такие шасси они я видел такие специальные такие монтажные салазочки шасси зажимаются можешь крутить как хочешь небольшой необходимости такой нет особенно если это было пиви так вообще нет ладно буду подключаться шасси чистенькая это приятно все красиво надо наоборот повернуть было удобнее добраться до этой коммутационной панели хотя хотя посмотрим еще как удобнее релюшки уже стоят стоят чина непривычно выглядит потому что всегда в этих местах я вижу японские релье резисторы мексика может быть и ничего и дело не в них вскрытие покажет ручка зеркальная отражается мой живот с лампой что-то мне кажется надо начать с платки футсвича которая тоже командует переключением смотри все ли мне хорошо как чувствуется релюшка мы легко проверим как чувствует себя транзисторы нет у нас тут каких-нибудь загадок как бы мне не хотелось но придется переднюю панельку снимать здесь прикрученный кран прикручен он с той стороны я добраться померить ничего не могу но я вижу что на одно из релюшек движение почему-то не хочет доходить может быть я ошибаюсь но мне для этого надо увидеть плату с той стороны но пока я вижу что коммутации нет ну как же так а почему здесь не сделать разъем который можно отстегнуть ну да да хатли хатли с отрями на тебя что-то плохо влияет ладно будем откручивать туда и это гнездо думал анута не нужно для работы придет будет болтаться ладно здесь так сейчас уже можно добраться смотрите глюшки вот их тут три штуки я думаю что они в рабочем состоянии но не совсем правильно коммутация происходит а пока не снял добраться сюда я никак не мог и вот сюда тоже никак не мог теперь смогу так все подготовлено для измерений сейчас конечно же небольшой кофе брейк и приступим за вычисление нашей проблемы пойду ставить чайник так пользуюсь случаем раз уже пришлось плату лупа и футсвич разобрать мы промоем еще потенциуметры трещат заметил я что байпас не переходит еще одна будет задачка разберемся ну вот как всегда при возне шлейф отлетел сейчас мы его восстановим может чуток даже удлинеет капельку так как этот пивок не поддался с первого раза я сделал паузу я так всегда делаю дня два-три обдумал подкопал информации немножко по рассуждал о чем может быть дело немножко расспросил пользователя и это очень помогло когда что почему ну какие признаки он хорошо отлично помнит кое-что даже фотографировал это очень помогает честно говоря не ваши эти разборки раскручивания сразу скажу человек привез аппарат в идеально собранном виде вот как будто вот его никто не трогал хотя вижу его внутрь лазили но не сильно там чтобы что-то нарушали то есть видимо человек посмотрел разъема ну правильно что и собрал водовинтика назад аккуратно это очень важно а потом он четко рассказал все признаки какие были какие вернее появлялись вот перед тем как он приехал ко мне и вот я сейчас сделал паузу у меня появились значит ходы в голове и решила немножко изменить условия тестирования и работы с ним значит у меня вместо англичанина акустики кабинета я буду теперь использовать 16-омный кабинет оранж ну кроме конечно эквивалентов нагрузок сциллографа и так далее но и решил я еще я не трогал выходной каскад решила по 4 елочки подкинуть ему вместо вот этих новеньких новенькие лампочки меня смущает происхождение но это все может быть предвзято это моя консервативность привыкание какое-то ко всему брендовому фирменному но ведь тросоматоры стоят супер супер монтаж сделан супер все супер а вот лампы уже куплены новыми и куплены здесь не факт что это лампы виноваты но такую возможность надо исключить вот такая кратенькая информация приступаю ко второму этапу нашел вот такой рассыпавшийся конденсатор но заменить то проблем нет 130 вольт на на одну на ну да без проблем какой прикольный термин вокс термин вокс возбудом такой синтез получается на этом пивике вот это здесь связь получается инкосная как ты меня уже запарил вот вроде все и получилось никаких вас буду больше вот кранч вот ультра вот клин это даже на вопрос майкл качу концу за звуком вам известную я думаю он очень прохладно отнесся к творению к творению пиви но я-то думал что вернее я не думал что бутиковый аппарат тем более сигнатурные джосатриане придется допиливать в буквальном смысле то есть не то что он там сгорел или он начал уходить не возбудует он начал вести себя неустойчиво с коммутацией пришлось менять ключики на джимфетах нашелся один конденциатор но это это как бы это не так уже принципиально потому что такие вещи случаются и в маршаллах он потом все равно едет и люди не меняют годами он играет едет и и все равно здесь на коммутации очень много все построено ну и плюс ко всему конечно были добавлены сюда лампочки с надписью made in russia знаю миша любит русские лампы хвалит вот но новодел нет сразу говорю нет лампы новые кстати грешил я на выходные поставил елки своим винтажные нет дело нет не в елках больше тут с приамповыми лампочками возня вот и пришлось как бы допиливать до устойчивого состояния ведь он по сути он работал но он не давал на нем толком играть потому что он жил своей жизнью ну а сейчас уже все вроде бы как бы все все сфера работает устойчиво все он хорошо регулирует все и кранч и ультра там ультра драйвовый канал и клин и в общем-то нигде он не скидывается возбуды все петли все хорошо то вот немножко не понял я гейта что там хартли на придумывал или или это уже сатриани ему помог не знаю но я такой эффективной работы этой регулировки не увидел возможно действующие гитаристы они активно пользуются они подскажут буду очень благодарен вот так общее впечатление конечно усилитель очень красивые вроде бы и неплохо сделан но вот это вот идея с переключением пассивных элементов на одном канале мне она кажется все таки да она выходит дешевле она мне кажется очень радоватый все-таки два раздельных канала было бы наверное правильно но не мне ему советовать я высказываю свое мнение вот а вот эти все коммутации переключения шлейфы это конечно надежности не добавит никогда хотя аппарат по-своему замечательный мы еще послушаем с гитаристами с такими с опытными гитаристами с хорошими инструментами что они выскажут сейчас пока я вижу что он ну практически в заводском состоянии как с магазина здесь не к чему придраться все работает четко сейчас еще я подстрою биос под его лампы вот но я думаю это не такая уже интересная операция если кому будет уже сильно важно как это в этом усилителе какие конкретные значения я сделал еще один ролик но это рутинная уже давно операция я сейчас его подстрою и буду скручивать все это тоже я думаю не сильно интересно какие эти гайки кручу торцевым электро торцевой электроотверткой вот тут конечно с этими шлейфами еще намучаюсь но я думаю что я его соберу и следующие уже будет мнение владельца когда он на нем поиграет и уже скажет поэтому хвастаться пока не буду работа с ней была достаточно трудная долгая в два этапа но он сделался спасибо что выдержали такую тираду такую длиннючий текст ну я как бы наболела так что перематывайте если скучно вот дальше будет небольшой фотоотчетик там фотки накидали вдруг кто будет разбирать не наступать на те же грабли то есть подсматривать даже самого себя если придет такой второй усилитель то я уже увижу как его правильнее разобрать и и что в каких точках мерить ох все сказал всем пока интересно что история с пивиком не закончилась как хорошо он себя вел на столе все переключалось все не шумел не трещал не фонил приехал на сцену на реальные условия работой перекратил переключаться ультраканал перестал хотеть все ничего не сгорело не задымило все эти работы начал фонить и ну не сильно фонить но громче чем у меня но и остальное там трудно уже как бы я не видел ситуации сейчас приедет опять и будет как бы второе продолжение вторая часть этой всей истории даже любопытно да из условий поменялся трансформатор усилитель американский 120 вольтовые у меня стабилизированные 120 вольт а там обычные российские тоже кстати стабилизатор померили напряжение там 130 вольт но я не думаю что это так кардинально могу что-то изменить однако посмотрим сейчас у меня будет и в море под который был но там правда надо честно сказать двойная стабилизация сначала идет один стабилизатор после него идет стабилизатор на латре на там на моторчике на 120 вольт двойная стабилизация на для приборов делал и она пришилась у меня для американцев латких как бы ситуаций попробую и с тем и с тем самому интересно как интересно стоит напряжению питающему питающему упасть чуть ниже 120 вольт и он начинает переключаться абсолютно без проблем на ну сейчас она одна включена сейчас я выключу стендбай что происходит сколько ты будешь загадки не загадывается три они все хорошо ох вспоминаю не зря я майкла кача как же он не любит мессу и пиви ну теперь начинаю понимать почему но они мне все равно нравится сабуги очень нравится пивик на втором месте но тоже нравится но на нулевом месте на самом верхнем конечно фендер сейчас попробуем на штиле штиль 130 вольт все исключения нет больше в общем очень чувствительный пивик оказался он выше 120 вольт он уверенно работать не хочет в общем вместо пивика будем заниматься сейчас стилем ибо на обычном понижайке стабилизированный он работает очень хорошо а не скручиваю впереди еще футсвич который здесь на 7 пиновом разъеме сделан нельзя было сделать на джеках как у людей эх ты сатриане все буду разбирать стиль знакомые качества винты забиты молотком ну знаете я первый раз вижу такое чтобы тор гудел тор не должен гудеть судя по всему здесь перепутан при монтаже выводы потому что вторичная обмотка и тут как бы авто трансформатор разделен не симметрично и по центру получается в одной стороне 110 другой 135 почему-то такое дело будем думать что с этим можно сделать получилось перепаять почти все стало уверенно переключаться все регулируется очень бы хотелось на этом закончить но еще надо сделать футсвич которого нет в оригинале ну сделаем футсвич какой кабель длины надо хочется проверить все в разобранном виде заработает наверное будет финал но от пивы можно все что угодно ожидать особенно сатрианинского а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА